надо добавить предыдущем видео про вот эти все мои масляные дела это моя бочка 400 литровая и вот привезли звук стал нормальный такой более густой привезли туда керосина и как выяснилось чуть позже когда я завел более ну он завелся практически сразу как только отсюда пошло масло я все собрал назад у меня здесь было все проверено и тут зажигание два контакта там торчат вниз и короче там искра подача керосина там форсунка внутри здесь и электроника все заморгала в нужном порядке осталось только нажать кнопку и все заработало то есть система не позволяла стартануть пока нет керосина вот вообще разумно если керосин кончился значит система автоматически вырубается гениально и что мне тут произошло это помогает как-то я не знаю как она называется штука когда идет тяга она дает открывается идет подача воздуха чтобы газа свободно вылетали в трубу вот это дырка с копотью назовем ее отверстие это на самом деле отверстие для инспекции инспекция что у меня произошло выхлопные газы черные плохо сгоревшие начали выходить и отсюда и отсюда такая прям струйка такая а эта заслонка начала так вот болтаться туда-сюда как тут и тут и тут и тут и тут и тут что я знаю точно я не спец по системе по котлам но явно газы выхлопные с дымом поперли сюда в подвал очень ядовитые я вышел на улицу посмотрел у меня здесь есть люк такой на улицу надо его утеплить на зиму не важно то есть полный капец можно задохнуться и вообще явно система не справа я очень удивился потому что как бы все должно быть нормально заработать как часы так вот короткая история меня пошел тут же позвонил в местным систему смысле местные местные господи почему я говорю так на паузу я пошел и позвонил в местную компанию который занимается отоплением и охлаждением домов и пришел человек на следующий день ему сказал что случилось он первым делом начал рутинная проверку системы механики сделал то же самое что я да это все разобрал все посмотрел и проверил как там контакты как там все это чистенько выглядит все хорошо вот и мне понравилось что человек такой современный чистенько одет чуть ли не в белых перчатках этот таблетка в таблетку всякие данные заносил еще какое-то оборудование для проверки как называется горение сколько потребляет кислорода скорость подачи угарный газ и вообще количество тепла бла-бла-бла очень даже мне понравилось он сделал рутину все разобрал обратно а когда разобрал значит на включенной системе с этой как это по-русски сапун скажем да открутила отсюда можно сбрасывать и смотреть какой силы подачи идет в систему потому что здесь как бы с маленький ком насосик компрессор соленоид который включает выключает вот она подача уже на форсунку форсунка естественно там и отсюда такая струйка такая так вот эта струйка отдала очень много воды которые не было бочка то была пустая я из нее масло сливал и масло было чистое а до этого я продул с компрессора трубку с той стороны со стороны котла я с компрессора 150 аев дул 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 пока вылетела все вылетела на самом деле немного грязи там отстой там черный был но немного вот остальной отстой был в отстойнике и в общем то чистое красное масло было а тут полилась вода то есть взвесил как ну как наверно мужики то в курсе когда масло попадает когда в масло попадает вода она вспенивает делает масло и неважно что керосин бензин белым и такими хлопьями гадость такая сразу видно что система попала вода вот слили эту воду ну где-то наверно пол литра скорее всего до три бутылочки и в каждой бутылке был половина воды половина этой взвеси водяной ой господи масло половина масла половину взвеси водяной и все заработало все заработало как часы через две-три минуты перестал отсюда выхлопать и заслонка стала работать хорошо как положено и слегка открывается и ровненько так гудит никакого выхлопа даже не чувствуется то есть правильное горение все вернулось на свои места причем в общем то ничего не было сделано просто-напросто эти козлы у которых я заказал новые керосин привезли керосин с водой я не знаю поехать к ним сказать ребята вы мне денег должны вы с меня зачаржили 400 с лишним долларов за этот керосин вот один галлон стоит 4 с плюсом доллара ну грубо говоря доллар за литр приблизительно а вот и хорошо но я не жалею что приходил инспектор все здесь проверил все запустил а вот мне все равно нужен был inspection инспектор чтобы бумажки подписать что инспектор в этом году уже был система исправл это мне все равно нужно было так что все пучком но пойти пожаловаться я считаю своим долгом ну пусть хотя бы бочки свои проверят бензовозах в керосиновозах потому что это безобразие вот слава богу все работает как часы все включается выключается все хорошо вот такая история кто-то делает свою работу хорошо а кому-то наплевать это как говорят по-английски job security то есть приводите вместо того что привести новый керосинами те приводит новую головную боль надо им заметить ладно что-то я много разговаривался работать на